Моисей 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 Но, в конце концов, мы видим ангела при лицом его, который идет с народом израильским. Ангел его лица. Есть такое выражение в мудаизме, ангел его лица идет с евреями. На этом ангеле прибывает имя Господи. И он идет с народом израильским во все места, куда они идут. С одной стороны, можно сказать, что это за такое. И мы видим, что ангел его лица с нами. Кто из вас знает, что такое трансформатор? Знаете, для чего он существует? Есть высокое напряжение от электричества. И невозможно это напряжение электричества занести в дом. Потому что он просто сожжет дом. Поэтому он ставит трансформатор. И это трансформатор. И это трансформатор, он балансирует энергию электричества для того, чтобы она подходила для домашнего использования. Он делает ее подходящей для нашего использования. Теперь старайтесь понять кое-что. Четыре года, когда мы говорим о Иллюхим, Святые Писания говорят о Боге. И объясняют, что это не творение. Мы это творение. Все ангелы это творение. Серафим и Херуфим и Херуфим, они творение. А он существовал всегда. И в Исаии есть небольшое описание. Что, когда он в видении видел небеса, И видел сидящего на троне. И перед ним стояли Серафимы. Серафим винила Саруф. И Серафимы на иврите это слово обгоревший. Почему они были обгоревшие? Настолько сильная сила с небес сходит, что даже эти ангелы Серафимы, которые, по идее, сотворены для того, чтобы там и пребывать, они не выдержали и обгорели от этой силы. Ни одно из творений не может стоять перед Богом. Потому что у него величайшая честь и слава. И когда мы молимся молитвой Кадиш, есть махроза, «Ме-Аль-Куле-Из-Би-Рим, Ве-Аль-Эль, Шелану, У-Яш-Но». Там есть такие слова, что наша хвала, привычек всякого объяснения и понимания. что он больше, чем все великие слова, которые мы можем его прославлять. И поэтому вам необходим трансформатор. Почему? Это объясняет, почему ангел в лице его шел с народом Израильским. Но это не всегда достаточно, что мы получаем информацию как люди от ангела. Мы не ангелы, мы из другого вида. Поэтому вся информация, которая от кого-то исходит, принимает кому-то человек, от которого она исходит. Когда эта информация была получена народом израильским, она получила через ангела фейцформу и вид. А потом Бог посылает другой трансформатор. Это пророки. И мы читаем, что пророки говорили о именим Господа. И это была очень большая и богатая информация. Но, возможно, она тоже не была достаточно совершенно. Мы читаем в послании к евреям что в последние дни Бог уже не говорил с нами через пророков, но через своего единородного сына. И это тот трансформатор, который подходит к нам. И в нем есть две характеристики. что он сын в доме своего отца, но он также находится среди нас. И поэтому из этой недельной главы мы сегодня находимся к нашему толкованию Евангелия Дуриана. Помните, что мы изучили уже три урока. Сейчас у нас четвертый урок. Я хочу познакомиться к этому и напомнить, что Иоанн не похож на других евангелистов. Он сам парень такой мистический. Его голову устроена немного по-другому. И когда он говорит, что он уже в целом возрасте излагает то, что он знал до этого. Что Бог развил в него. Поэтому когда мы читаем Евангелия Дуриана, и я напоминаю, что это не материал для головы каждого. В принципе, да, но он больше для души подходит. Потому что он говорит о Иешуа, как Асини Божьим. И можно использовать это так или иначе. Но не важно, что здесь есть виток. Нужно, чтобы он был открыт этой Иешуа. И чтобы мы стали похожими на него. Это, в общем, большинство из Иоанна Иоанна. И мне кажется, что то, что мы сейчас будем изучать, то, что связано с исходом 33 главе, из трансформатора, как Бог хочет, чтобы мы понимали его. И вот мы сейчас читаем из Иоанна. Иоанна 28 глава 28 глава 28 глава 28 глава. Все это случилось- это происходило, викфаре, в Иерусалиме. Есть маком Байтанья, есть маком Байтанья, есть маком Байтанья, но мы не желаем. Есть в Иерусалиме место, которое называется Байтанья. На границе с Иорданией. И он там крестил. И поэтому тот, кто думает, что Иоанн крестил на Генерете, это неправда. Все это было там, возле Иерусалима. Он погружал воду израильских народов. Те, которые чувствовали, что им нужно пройти водное погружение. Я хочу напомнить, что несколько недель назад говорила об этом. Что такое водное погружение? Кто помнит, что я говорил про водное погружение? Сколько видов водного погружения существует? Есть миква. Есть миква. Это когда тело человека нечисто. В октябре, конечно, есть мусак, который называется тума. В святых писаниях есть такое выражение осквернении. И есть судей, что тума. Есть несколько видов осквернения. Тума, хикала, это чтобы надам пошут льонаки. Это когда мужчина проходит какие-то дни, или женщина проходит какие-то дни, и они в теле в своем нечисле. И тогда есть требования для того, чтобы такому человеку встать перед Богом, ему нужно пройти миква, ему нужно погрузиться в воду. Но есть также другие виды осквернении, который тяжелый. Например, человек, который был корень проказый. И для того, чтобы пройти ему все этапы очищения, это был целый ритуал. Нужно было сбрить все волосы на теле. И сначала ему нужно было погрузить кровь жертвы. А потом его погрузили в воду. И он выходил чистым. Он мог уже служить перед Богом. И что то подобное проходили люди, которые присоединялись, так можно сказать, проходили гийур, присоединялись к народу израильского, не евреи. Потому что люди не евреи, которые жили в народе израильского, их на языке тенаха называли внешне отьма. Вы помните, что Павел своих постанов, который писал не евреям, а другим народам, писал, что вы перешли от тьмы к свету. Это значит, что они приучили далеко от всех обидований израиля. Но прошли процесс очищения. И в случае Нового Завета силой Иешуа Машия. Вы прибавляли всех обидований, всех обидований израильского народа израильского. И теперь вы в свете. И когда мы проходим годное погружение имя Иешуа Машия, это что-то что подходит. Мы забываем все наше прошлое. И что важно, что мы выходим от освобождение смерти. Потому что в этом мире существует освобождение смерти не только когда ты прикасаешься к умершему человеку, но все грехи, которые ты совершаешь, это наказание за них смерть. Почему? Потому что еще даже Адам Бог сказал. Если ты совершишь грех, смертью умрешь. Понимаете? Поэтому каждый так или иначе испытывает смертью. И мы нуждаемся в Машия. Мы нуждаемся в Иешуа. Потому что когда через днем мы заходим, и проходим годное погружение, мы выходим от этого, очищаемся от воскресенья смерти. Мы готовим к Иешуа, по макууму, и мы становимся готовыми служить Богу в новой совести. Это означение этих слов. Здесь говорится о погружении, которое делал Иоанн, но я немножко больше вам разъясню. 29 стих. На другой день, Иоанн лучше покину Иешуа, и говорит, вот так, который берет на себя грех мира. И это тема, которая очень известна, особенно в народе Израильском. Кто начал жертвоприношение животных в народе Израильском? Возьмите, именно на баранах, на ягниках. В народе Израильском. Абрам! Возьмите, что вместо Ицхака, потом он взял окна и вознес его на жерк. Потом взяли систему жертвоприношений в храме. Есть, естественно, были быки и козлы, но в основном жертвоприношение смешалось над овнами. Почему? Потому что баран – это приятное животное, он немножко наивный, и жалко его принесить жертву. Ты его чувствуешь? И я вот митцва, шамба, митцвай, кху – это тот котанчик, который мог бы хать Махмад, Бабай. Еще было заповедь в Египте, на народу израильскому, взять маленького ягненка, как домашнее животное, в свой дом. У кого есть дома животные? Собака или кошка? Вы способны ему в жертву принести? И, просто, чтобы вы поняли, людей сопровождало примерно то же чувство. Потому что этот ягненок, он такой миленький, хорошенький. И, в общем, ахер, что нам израиль, это не было в том, что они исполняли Ешуа. И крех народа израильского был не в том, что они исполняли Ешуа. Но они прочувствовали, что он принадлежит нам. Он был предназначен для того, чтобы пойти на распятие. Без распятия не было бы искупления мира. Но в пророке Захария написано, что, когда посмотрим на него, что нет карабурей, которого пронзили за нас, и каждое колено расплачет. Потому что поймут, что рассказали кого-то, который наш брат, близкий к нам. И поэтому Иоанн уже переживает все это. Здесь Иоанн намекает на нечто большее. Я несколько недель назад преподавал первым человеком и обычным человеком. Помните, в Брешите первая глава и вторая глава. В Брешите первая глава написана, «Зафарил человека по образу и его подобию». А во второй главе написано, «Зафарил человека только по образу». А по подобию написано. «Масшо не стадет». То есть что-то не совпадает. Поэтому одно из мнений, я не говорю, что это единственное мнение, что в Брешите первая глава говорится о образе Сына Божьего, который очень божественен. И может быть, Иоанн здесь намекает именно об этом месте, что тот был прежде него. Написано в 33 стихе, «Я не знаю, я не знал его, но для того, что пришел погружать в воду, чтобы он явлен был в Израиле». Что значит, что он не знал его? Он был его двоюродным братом. Они были знатой семьи. Иоанн был, в принципе, только на полгода старше, Иоанн, в принципе, только на полгода старше, Иоанн. Когда Мирьям забеременела Святого Духа, она прошла к своей родственнице, Иоанн. А там уже была беременная. И она почувствовала, потому что написано, что взыграл младенец в чреве ее, и так сказала, что случилось, что мать моего Господа идет ко мне. Я уверена, что в детстве они точно друг друга знали. Но вот Иоанн, он умрет, и он пошел, и он получает сверхъестественное откровение и понимание этого Духа. И откровение такое, откуда Иишуа на самом деле пришел. Вы помните, пару минут назад я говорил про трансформатор? Это то же самое. Я пойду с тобой, но не совсем я, а ангел моего лица, это то же самое. И не просите у меня точных объяснений. Потому что голова человека не способна все это в полноте понять. Это все на утренний чувств. И немножечко понимание и немного откровениях. Пасух 32. Пасух 32. И свидетельствовал Иоанн, говоря о лицетуха сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем. Пасух 37. Я не знал ему, но пославший меня крестит в Одес сказал мне, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, то есть блестящий Духом святого. Возможно, в прошлом Иоанн пережил какое-то откровение от Голубя. Кто из вас когда-то получил знак? Когда вы узнали, что это тот знак, то вы знали, что Бог точно ведет это дело. Кто-то просил или получил, кто-нибудь это было? В основном это у женщин. Женщины много просят знак, кто мой будущий муж. Но иногда то же не в отношении к мужа получают. Но иногда мы не знаем, как он поступит. И мы сомневаемся. И мы видим несколько выходов из ситуации во время сомнения. Вы помните, во время того, когда сомневались, брошались в жребий. В несколько раз это было в Святой Царе. Но также были знаки. Кто помнит еще знаки? Не покиня, кто-то видит, чтобы показал марию. Да, здесь есть парень. В козле и-то было несправедливо заうん céu. Это пет-то, что если он хочет, то он просто не наделел. Где он? Голубя, нечинка. Где он прессил? Гидрон, неон. Гидрон, неон. Вы понимаете? Кандирской царевичи, которые видели, они видели, как он упал. И внутрецы с Востока, когда они увидели звезду падающего. Что это значит нам? Нужно... Подтверждение. Нужно, иногда, нужно искать какого-то подтверждения. Не нужно сейчас туман сходить по знакам. У нас есть Святой Дух. У нас есть голова. У нас есть Гетвей Кодыш. Особенно, если есть жена, это уже знак существует точный. Жена всегда права, знает от Святого Духа, что делает. Но иногда, когда ты сомневаешься, какую машину купить... ...то тогда то, что женщина вопровение получила, оно не всегда самое правильное. ...потому что она всегда ей говорит про... ...купить надо в горе дешевую машину. ...в горе славы. Но ты по-другому смотришь. Ты видишь другой знак. Читаем никуда арба. Ты видишь 2.4. Сейчас не буду ехать никуда в жилье. Немья 1.6. 1.6 красненько. Пасук? Эйзе пасук она ахну? Мы остановились смотреть в первом стихе. Алло. Я видел это свидетельство, что Сей есть Сын Божий. Сын Божий. Это очень сложный концепт в святых писаниях. Когда тот, кто говорит, что Сын Божий автоматически Бог, это неправда. Потому что в святых писаниях и цари были сынами Божьей. Или кто-то более избранный. В книге Иова мы читаем рассказ, что сыны Божьи пришли к Богу, и между ними пришел Сатана. Помните этот рассказ? Это значит, что этот вопрос не настолько простой. Но здесь есть другие намеки и знаки, которые говорят о статусе Ишуа. Поэтому это тоже поддержка того, что было до этого. Вы понимаете? Иногда люди читают святые писания очень просто. И это не получают ответы на вопросы. 35. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И вот увидите, Ишуа сказал, вот Агнец Божий. Услышав от него сие слова, оба ученика пошли за Ишуа. Ишуа же обратившись и увидев их ищущих, говорит им, что вам надо. Они сказали ему, Рави, что значит учитель? Рави, что значит учитель? Где живешь? И говорит им, пойдите, увидите. И здесь простой вопрос. В Израиле в прошлом, 2000 лет назад. Каждый пиджин собирал своих учеников. И вот ученики начали собираться вокруг Иоанна. Но вдруг Иоанн говорит, вот тот, он больше меня. И двое из учеников пошли за Ишуа узнать в чем там дело. И Иоанн уже говорил, что у Иоанна был уже высокий статус. Потому что он уже сказал тем, которые пришли со Иосарима, Я голос во пьющи в пустыне. И когда я уже учила об этом несколько недель назад. И Ифраим, который завтра будет преподавать, Медраж, и вы все приглашены на него, подошел и исправил меня. Он говорит, ты сказал, что глаз на пьющем в пустыне это тот, кто стоит кричит и никто не услышит. И с одной стороны это правда. Идите в пустыню сейчас. Попробуйте там покричать, кричить, сколько вам влезет. И поедите в город, где есть много людей. И начните кричать. И через пять минут полиция приедет на это место. Но Ифраим меня исправил, что там то, что что это выражение глаз во пьющем в пустыне, это не только то, что ты кричишь и никто тебя не слышит. Потому что был еще один голос в пустыне. И пять миллионов людей слышали этот голос. И здесь о чем говорится? Кто говорил в пустыне? Сам Бог говорит. Говорил с народом Назарский. Голос исходил от Синай. И он убедил всех. И возможно Иоанн говорит об этом статусе. И вот ученики. Видят, что Иоанн указывает на кого-то другого. И они идут за ним. И, возможно, в это время было время пробуждения. Я пришел к Перри где-то в 80-90-х годах. Кто еще пришел к Перри в это время, например? Вы помните, что тогда было? А я такой сумасшедший. Сумасшедший. Не знаешь почему? Все были атеисты-коммунисты. Все хотели построить карьеру. И найти себе путь ловкой жизни. И вдруг что-то открылось. И люди стали как будто сумасшедшими и жаждали Божьего Слова. Было какое-то сумасшедшее было. Сейчас такого нет. Нигде такого сейчас. Может, в Италии сейчас есть такое. Но это было пробуждение. Настоящая атмосфера пробуждения. Это особенная атмосфера, которую устроит Бог. В Святые Писания говорят, что я дам жажду и голод по Богу. Возможно, то, что здесь произошло, было то же самое. А Humans хотели сказать, не знали эти משиха. Но мы не хотели читать болееfa escrito. Но они просто хотели читать, В Симуна. В Симуна, которые сказали Jaim. Тамòng 얘기를 и пишут Шимон. И Гриар подсказатьava Мещиха. И Шимонgg às Иотан minded сказал меня, Он подошел Имашеха, и он из-нацер это. Он не понимает, что он подошел к Филиппу. Филипп, подошел к Филиппу. И Натанэль говорит, что когда он из-нацер, он может быть что-то доброе. Что такое из-нацер? Какая-то деревня в Галилеи. Но потом они все прошли к Святым Писаниям. И потом написано в Святых Писаниях, земля на Фулоновой и... На Фанаилова. Что ты, Галилеи, языческое? Что из тебя может произойти хорошо? Там написано в Святых Великих Восиял. Я помню одного лидера общины из Хайфы, Давида Девиса, он умер полгода назад. Я его очень уважал. И он все время говорил, что с нашего места еще раз придет пробуждение. Никола изошел Кармель. Со всего Кармеля. Я верю, что так и будет. В Святых Писаниях есть еще много. Как это будет понятен мне? Но когда Господь изменит атмосферу, И сойдет эти разряды. И люди будут жаждать. Мы говорим нашим детям, «Остаться в фейсбук, давай почитать немножко о Святых Писаний». И мы говорим, «Остаться в сериал, посмотри о Святых Писаний». И вы понимаете, что у него цимаун в двор Адонай. Когда ты держишь жажда по Слову Божьему, Те, которые более старшие поколения, знают это состояние. Ты работаешь. И вдруг уровень сахара в крови понижается, И ты голоден. И тебе не важно ничего. И ты как танк открываешь холодильник, И не важно ни фейсбук, ни инстаграм, И тебе нужно просто что-то занести в рот. Вот так это будет. Там это постоянно было, кто помнит. Это придет. И вам не нужно будет ваших детей украшивать. Пожалуйста. Он вам скажет, «Не мешай, не мама». Я изучаю эти обязанности. Выброси мусор из дома. Мусор из дома. Выброси, да. Это прилип. Тази тебе смех. Они изучим тебе коды. Он скажет, «Мамса, мам, выброси, пожалуйста. Я сейчас библию читаю». А, или ну. Я думаю, я просто так делаю. Твори моего зерок фанатизм. Зерок фанатизм. Эти вещи – это не фанатизм. Господь не набидит фанатизм. Потому что фанаты – один день вверху, другой день самый низком внизу. Это решение. Но если сегодня такого нет, что мы вернемся к сериалу, Бог дает нам направление. Я хочу завершить сегодняшний урок. Мы изучили, что мы ждем чего-то большого. Это его. И оно придет. Потому что уже было. Но еще раз придет. Потому что народ нуждается в спасении. И нет больше лучшего послания в праздник сухот, чем послание о спасении, которое было в России. Потому что именно про сухот написано в книге Иоиля. Я изолью от духа моего на всякую плоть. Он придет пророчество. Он придет пророчество. Идение и сновидение. И водительство от святого духа. Шевеса и знамения. Как это было 2000 лет назад. Но вот этот удар, который должен прийти в будущем, будет самый сильный. Потому что он уже изменит все. Потому что он уже в конце 6000 лет. И эпоха Машиаха. Эпоха искупления. Должна уже прийти. Потому что человечество уже сошло с ума. Дальше некуда. Давайте помоемся. Давайте встанем. Когда Иишуа говорит Стефанаила. И говорит ему послушать. «Я видела тебя, манящимся под деревом». «Я видела тебя, манящимся под деревом». «Я думаю, что многие из нас, когда говорили, ты прошел то или иное». И это было такое, вау, откуда ты знаешь? И вот Господь говорит через себя. Что-то там похожее произошло. Иишуа сказал еще. «В Пасух 51. Иисус говорит ему, истинно «Истинно говорю вам, отны не будет видеть небо от персца, и ангелов Божжих восхидящих, и несходящих сына человечества». В Танахи ангелы приходили только к великим людям. Абраму, Ицхаку, Иаков. Мушей, Иешуа, Бен-Ну, Гедеон. Но вот Иешуа говорит, вы увидите, как ангелы будут служить вам. Это изменит процесс. Как это будет, я не знаю. Но верю, что здесь написано о будущем. Кому вам? Талмидима решение гам. Гам, Иерой Миссия. Конечно, у первых учеников тоже было это переживание. Абраму, Иеройя, 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 Иеройя. Абраму, Иеройя, 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 Иеройя. Но не было такого состояния, что не успеете обойти всех городов Израилевых, и я уже вернусь. Возможно, это про наше поколение? Нет. Я не знаю. Но как это кажется? Абраму, что в Шаме, День наш Небесный, в праздник суббот, мы стоим лет тобой. И мы просим, что Цимаон, и Дабар Адонай, и Тахзор, чтобы вернула держа, что поможет Ему Слово. в Израиль, и во весь мир. и укрепи нас, и укрепи нас, возможно, пошли нам, чтобы вы видели ангелов, или излина на Цветово Туха, чтобы мы получили пророчество, чтобы мы могли пророчествовать и видеть сновидение, и видение больших вещей. чтобы мы не бегали за каждого человека, который далеко от тебя, и не умоляли Ему прийти и послушать проповедь общины. Или сейчас, анашим, и вальбурону мох, и я гиду, Матай, Матай, осипа, Маааа! И чтобы люди нас с ума смотрели, говорили, когда у вас уже следующее собрание? Или можно прийти к тебе домой и послушать несколько слов? Отец наш Небесный, мы боремся, чтобы мы вернулись в времена Суккота, чтобы через Сукку мы увидели стол облачный и огненный. Мы боремся от спасения к нашим членам семьи. Мы боремся от желания прийти к тебе наших детей. Мы боремся, чтобы сохранить все как разочарение от нас. И дай нам желание, и дай нам желание гореть перед тобой. И быть святыми, конечно. Аллилуйя. И имру Амен.